окончательно и без поворот на приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате зад кона of my mind эта игра является участником сэнскейп adventures game jam проводимом дискорд сервер сэнскейп который я модерирую и спонсируем вам epic games по условиям джема участники должны были за две недели создать повествовательную приключенческую игру на движке unreal engine 4 и мы с вами посмотрим что же у них в итоге получилось ссылка на игру будет в описании под видео запасайтесь булками готовьте лимонад друзья давайте взглянем на эту игру напоминаю что вы можете помочь каналу просто поставив лайк под видео а чтобы не пропустить новое видео не забудьте подписаться и нажать на колокольчик мы с вами где-то очнулись в заперти игра поддерживает кстати говоря gamepad это шикарно дверь крикнуть эй эй есть там кто-нибудь кто-то идет мишка тэдди эта игрушка я помню ее это мой первый плюшевый мишка что-то не так где я что это за место твою ж дивизию на что здесь произошло а я думал я буду первым первым что это значит что ты имеешь ввиду да не будь глупым кто найдет тот получает я собираюсь найти себе тоже одного кого одного эй подожди кого он одного найти хочет трупа его голова разбита тупым предметом ух ты так куда нам идти камеру мы не можем никак повернуть опустить поднять и так далее пока что мы можем только идти куда-то ой я надеюсь здесь не будет лабиринта тут еще развилка давайте наверно пойдем туда куда побежал пацаненок чтобы хоть какая-то логика была в наших перемещениях а то мы здесь просто заблудимся тупо это уже девочка какая-то о боже ребенок что здесь произошло эй мистер уберите свои руки да что здесь происходит что ты делаешь я первая его нашла он мой он же мертв но но это же мертвец и что то то ты не можешь что здесь произошло я тебе что гадалка что ли ну уходите мистер здесь мы еще и выборы какие-то можем делать интересно а реально что здесь происходит но она его не убивала мальчик когда прибежал он сказал что ищет себе тоже одного но зачем так и почему я вспоминаю сайлент хилл так ну пойдем допустим допустим сюда пойдем только нужно идти по центру дороги чтобы видеть обе обочины тут еще дети играют еще один пациент лежит мертвый еще один да что ж здесь происходит там есть секрет да секрет секрет ага ага но только у билли есть ключ к этому секрету да только у билли а что это за секрет ты что с ума сошел да он сумасшедший почему это это секрет билли только билли знает секрет билли ладно а где я могу найти билли если ты будешь здесь шататься так же то он сам тебя найдет да он найдет тебя ладно а кто такой билли кто такой билли ха ха он не знает билли билли лучше всех да он лучший только у него есть ключ но ему не нравится когда другие шатаются в округе рядом с его секретом ему это совсем не нравится ладно я тогда пойду билли 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 нас найдет сам если мы будем тут шататься все лицо вбито прямо в черепушку это должно было быть очень сильным ударом в лицо может быть это сделал билли потому что ему не понравилось что они здесь шатались те пациенты эти пациенты насколько много трупов здесь в округе не знаю еще один да сколько же здесь трупов то а опа сундучок он это большой массивный сундук на нем есть замок а у меня нет ключа тем не менее то есть сюда мы должны будем прийти потом а может быть это и есть секрет билли нам нужен ключ который только у билли есть чтобы узнать что же это за его секрет любопытно-то как так попробуем это место запомнить как-то нам бы карту какую-нибудь ну я не думаю что здесь прям огромный какой-то город но все равно будет проще если мы не будем путаться если мы будем знать куда идти так стоп да 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 здесь же обрыв точно так налево направо давайте направо пойдем опа еще девочка а что случилось джордж упал туда и я не могу его достать упал куда туда в коллектор я пыталась спуститься вниз но этот канализационный люк слишком тяжелый для меня а когда это произошло я думаю я думаю это было вчера вчера а где твои родители да что здесь вообще происходит в этом месте что вы имеете в виду это место все вокруг это какое-то сумасшествие вы пугаете меня я не понимаю о чем вы говорите я знаю лишь то что мой лучший друг там внизу со вчерашнего дня и я должна спасти его ладно я попытаюсь ему помочь держись покрепче а пожалуйста поторопитесь пока коллекторный страшила не достанет его коллекторный страшила что за коллекторный страшила а вы не знаете все знают про коллекторного страшилу ну я не знаю это большой опасный монстр который поедает детишек живьем звучит опасно я лучше потороплюсь мне нужно найти способ открыть этот люк коллектора открыть крышку этого люка слишком тяжелая я бы смог ее открыть подняв если у меня было что-то длинное и крепкое ладно понятно хорошо нам нужна монтировка так мы еще туда можем вот пойти в том направлении давайте сначала сюда а нет здесь тупик да мы туда не пройдем или или вот так вот мы куда-то куда-то мы вот так вот пройдем нет туда мне не нужно ой 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 мальчик привет меня зовут билли можешь рассказать мне что здесь произошло что ты имеешь ввиду я я имею ввиду я имею ввиду эту кучу трупов вон там я имею ввиду все другие тела вокруг по этим улицам я не особо понимаю что вы имеете ввиду но мне не нравится ваш тон нет ну извини конечно я просто это ужасном замешательстве все эти мертвые тела я даже не знаю где я ну вы здесь где же еще но где это здесь извините я не знаю ответа на этот вопрос а тела а что с ними ну кто убил их я не знаю никто не знает так они что уже были тут ну да но это мои что ты о чем я говорю что эти мои и ты должен найти себе свои что а зачем мне это ну это действительно странный это единственный способ вышить здесь глупыш я не понимаю что ты имеешь ввиду ну да ты либо странный либо тупой слушай я нашел ключ к очень особенному сундуку я готов отдать его тебе только чтобы ты оставил меня в покое договорились? ну наверное был я просто так это не сделаю ты должен будешь правильно ответить на мои вопросы готов? как умерли эти люди ээээээ травма головы да я ж я видел правильный ответ ребята но я ж хотел сначала зачитать его перед тем как нажать на кнопку пока я засчитывал. На кнопку Б была травма головы. Время вышло, а ты проиграл. Ладно, можно еще раз? Да. Попробуешь еще раз? Ты ведь хочешь этот ключ, да? Ладно, просто так я его не отдам. Тебе нужно ответить на мои вопросы. Готов. Так, травма головы. Это правильно. Следующий вопрос. Как звали лучшего друга, плачущий девочки. Джордж, да, ну слишком быстро. Я не успеваю зачитать. С первого раза в любом случае не получится. Мне нужно сначала зачитать, потом заново попробовать уже. Так. Время вышло, ты проиграла. Эй. А почему? Что-то сломалось ли? Что? Почему не работает? Не пропадает. Что такое? Что-то, по-моему, сломалось. Я снова дошел до этого места. В принципе, это заняло буквально пару минут. Чтобы сэкономить время, там очень мало времени дается на ответ. Я не буду тратить время на засчитывание вопросов. Если что, потом расскажу, какие были вопросы. Надеюсь, их будет немного. Так. Это мы уже с вами знаем. Это мы уже читали. Готов? Ну да, готов. Так. Травма головы. Джордж, как звали? Стоп. Я ведь ответил только, что правильно, Джордж. Почему не засчиталось? Так. Умрили от травмы головы. Следующий вопрос. Джордж. Что-то не работает. Может попробовать на клавиатуре? Да, на клавиатуре срабатывает. А на геймпаде почему-то, когда я нажимаю А, то есть нижний вариант ответа, диалог стартует заново. Это странновато. Попробуем. Ладно, ответить. Попробуем на вопросы на клавиатуре. Ага, последний вопрос он говорит. Хорошо. Что же там? Что опасного? Так. Спрашивают, что опасного есть в коллекторах, в канализации под этим местом. И нам уже девочка рассказала, что там есть коллекторный страшило. Правильно. Как и обещал, вот ключ. Теперь оставь меня в покое. Ты меня пугаешь. Ладно, у нас есть ключ. Давайте посмотрим, что же в том сундуке. Так, кстати, а если сюда пройти? Так. А, подождите, это мы сейчас... А, нет. А, да, вот мы пришли опять к этой девочке. Нам еще нужно в коллектор спуститься. По идее. Возможно, в сундуке мы как раз найдем сейчас монтировку. Откроем люк и спустимся в коллектор. Ну, слушайте, а игрушка-то... Хех, очень даже неплохая. Эта игра сделана за две недели. Так, большой массивный сундук. Судя по всему, ключ подходит. Хочу ли я его открыть? Конечно, хочу. Это монтировка. Она вся в крови. Возможно, я смогу использовать ее, чтобы поднять тот люк. Крышку, то есть люка. Слушайте, а вообще игра началась с того, что мы были... Ну, по идее, мне показалось, в психушке. Мы увидели игрушку детскую. И... Вот непонятно, может быть, это все наши галлюцинации вообще. Может, это в нашем воображении происходит. Ну, что ж, погнали. Так, ой-ой-ой. Ой, тут темно. Ну, вы слышите? Канализационный страшил. Женский голос. Я ищу не знаю, что еще можно сделать, доктор Сандерленд. Как будто он не здесь, всегда пялится на стены. Доктор Сандерленд. Я могу посоветовать только терпение. Обычно такие случаи длятся не меньше, чем несколько месяцев. Но это произошло уже так много лет назад. А что делает еще хуже? Можешь представить? Твой самый страшный страх. Самый страшный ночной кошмар, запечатанный в бутылке на такой длительный срок. У него никогда не было возможности, чтобы правильно обдумать, что произошло. О, Боже. Это моя вина. Я просто пыталась защитить его. Чтобы он забыл. Чтобы выбросил из памяти, что произошло. Тебе не стоит себя винить, миссис Мэйсон. Очевидно, что штат сделал ошибку, не назначив детского психиатра Саймону еще тогда, 13 лет назад. Тем не менее, я чувствую, что я смогла бы сделать больше. Я просто думала, что детский разум крепче, что он выдержит, справится. И я думала, что так и произошло. Но выходит, что это просто было глубоко запрятано. Это правда. Обычно дети намного проще справляются с травмами, чем взрослые. Но этот случай – это был довольно-таки сильный шок. Иногда я думаю, что я тоже не полностью восстановилась после того дня. Бедный Саймон. Целый день был в ловушке, в темном коллекторе, в темной канализации с мертвым телом. Как бы жутко это ни звучало, тем не менее, я думаю, это хорошо, что оно было там. Правда? Он бы, вероятно, замерз насмерть там внизу, во время ночи, если бы он не снял одежду с того мертвеца. Воу. Боже. Что же я за мать такая? Я должна была, я не знаю, защитить его каким-то образом. Осуждение себя не изменит прошлого, миссис Мэйсон. Но оно может изменить будущее. Тем не менее, всегда к худшему. Я знаю, доктор. Я знаю. А вы знаете, Саймон недавно проснулся среди ночи. Возможно, от кошмара. Он кричал что-то про Страшилу в коллекторах. Как будто он переживает те события, но по-другому. Человеческий разум действительно непостижим, миссис Мэйсон. Например, вы наверняка знаете, что больше всего мы боимся неизвестности, невиданного. Вот почему мы боимся темноты. И то же самое относится к воспоминаниям, особенно к травматическим. В нашем сознании такие воспоминания могут быть более опасными, чем они являются на самом деле, в реальности. Спасибо за игру. Что ж, ребята, вот игра и пройдена. И знаете что? Да мне прям понравилось. Я бы хотел прям полноценную игру на несколько часов такого рода. Действительно, очень даже хорошая игра. И очень интересный сюжет. В начале у меня была куча вопросов по поводу того, что же происходит. И как оказалось, происходит то, что человек находится в психушке и в своем сознании. Он переживает события, которые произошли с ним 13 лет назад, когда он был еще подростком, ребенком. Когда он попал в канализацию в темноте и просидел там сутки. И там был мертвец. И чтобы выжить, чтобы не замерзнуть, ему пришлось приблизиться к мертвецу, снять с него одежду, надеть на себя, чтобы только согреться. Это настолько его травмировало. И вот почему, собственно, была канализация. Почему был Страшила этот канализационный. То есть в темноте его что-то пугало, и он представил себе этого монстра, этого Страшилу. Вот почему были трупы эти. Он представлял, что Страшила так убивает людей. Мы в конце получили ответы на все вопросы. Вот почему были там только дети, потому что он был тогда ребенком. И он оказался на сутки заперт в темноте в канализации. В холоде. С трупом взрослого человека. Жесть, ребята. Мне действительно прям понравилось. Надеюсь, вам тоже понравилось. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока.